здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и в гостях у нас сегодня николай синёв врач акушер гинеколог отделение патологии московского областного центра охраны материнства и детства известного и специалистам и многим кто уже там побывал и может быть не побывал но собирается побывать в хорошем смысле этого слова мацом здравствуйте николай здравствуйте но мы с николаем как-то уже общались но решили так сказать освежить некие наши ответы на вопросы почему потому что николай он как это зачинатель зажигатель метода как он правильно называется вы как для себя его определяете я предыдущих как не медикаментозный метод обезболивания и медикаментозный метод обезболивания но речь идет конечно же о как это правильно называется родовой так сказать аспект до родовой оси родовой да или как нет это мягкие розы это сам родовой про завели не знаю как это правильно сказать николай был гостем говорили о помните у него даже есть такой же прицепившийся криво народ не нравится вам не нравится танцующий доктор то есть пациентки вот это слово точно знаю танцуют вместе с доктором а вот как они танцуют зачем танцуют и когда танцуют мы сегодня будем узнавать но прежде скажите пожалуйста вот вы абсолютно молодой человек то есть у вас как говорят такие случаи все еще впереди и почему вы пошли именно в гинекологию я всем врачам особенно молодым задает вопрос потому что но это конечно хорошая профессия но во первых есть риск он любой наверное врачебный есть риск но тем не менее нам стоматолог всегда какой-то постоянно заработать что бы ни случалось и так далее вот а здесь все-таки такая работа где и боль и отчаяние и нервы и депрессия и может быть какой-то степени репрессии такие ну профессиональные происходят почему начнут с того что молодой был уже не молодой у меня уже 17 лет стажа если на 45 как минимум рассчитывает а то и на 50 это совсем ну это да ну половина путина и на пройдено а вообще акушерство это было не ну я не знаю изначально не выбирал это направление в медицине я длительное время учился пока в институте работал на скорой помощи принципе я себя видел только как врачом скорой медицинской помощи вот взгляд у вас такой немножко к врача скорой помощи что у нас болит сканирование да и вот когда он нравилось там мне он нравилось да ну как говорили мои коллеги старшие там до моего учителя если ты попал на скорую помощь из нее ты уже никогда не выйдешь на это уже сначала и до конца профессии но у меня получилось оттуда уйти скажу так и чем вы ушли оттуда скажите пожалуйста вот вы сказали ну нравилось понятие нравится тут наверное идет уже от профессионального подхода от человеческого характера и так далее но туда же скорую помощь сколько я себя помню и все дорогой ты все всегда зовут всегда ругают разные бывают врачи скорая помощь на первом месте по руганию потом идут врачи скажем участковый или как сейчас это второе место ну и третье уже по специальностям почему скорой помощи больше всего достается почему считается что скорая помощь это но те врачи которые ну как-то вот они дальше не устроились вот они бедные работают скорой помощи дать развеем этот лес ну давайте развеем этот миф потому что я не согласен здесь что скорая помощь этот как вы сказали что устроились а дальше никуда не пошли врачи скорой помощи это вот специалисты которые могут сейчас приехать на детский вызов до Через час они могут приехать к бабушке, на следующий вызов они какую-то на автокатастрофу или вообще какую-то катастрофу приехать. Судебное что-нибудь. А четвертое – это приехать к беременной женщине. То есть здесь такая многофункциональность врача скорой помощи. Он должен знать все. Универсальность. Универсальность, да. Поэтому это очень интересная профессия, это очень интересная работа, потому что ты… Если обоснованный вызов скорой помощи, скажем так, потому что иногда бывает, что не обоснованно вызов. А поговорить, да? А поговорить, да? Или какую таблетку мне сейчас выпить, да, чтобы очно это сказать. Когда это обоснованно? Когда действительно человек нуждается в скорой медицинской помощи? Ты приезжаешь, ты оказываешь эту помощь, да, и ты видишь, что человеку стало лучше, там, да, или, ну, если это на дому мы смогли оказать помощь, или госпитализировали его в стационар, да, чтобы потом еще могли просмотреть судьбу. Выставлены правильно диагноз, неправильно диагноз, да, потому что там с острым животом можно пропустить гинекологию, можно пропустить острую хирургию. Поэтому здесь, как бы, я не знаю… То есть риск велик, да. Риск велик, вот. И чем мне это нравилось? Ну, наверное, как для мужчин, ну, во-первых, я считаю, что это мужская работа, работа на скорой помощи. Хотя очень много работает женщин-врачей, женщин-фельдшеров, вот. Ну, они справляются с этой работой. Здесь адреналин еще идет, да. Да, немаловажно, да, для человека. Ну, первое, это то, что результат, мы видим результат. Вызов определенный, причем в прямом смысле слова вызов, столкновение с каким-то… С какой-то проблемой и решить ее проблему, да, это вот какой-то, один из известных сериалов, да, когда вот расписываешь, как бы, на доске причины, даже понять диагноз, а ты расписываешь это все в голове, да, то есть какие-то есть симптомы. Смеяться, но я играл в этом сериале роль врача скорой помощи психиатрической бригады. Вот. Так что и такой, ну, они там, эти серии были такие а-ля, как бы, веселые, потому что почему-то все, что связано с психиатрией, у нас немножко воспринимается, ну, с таким, с неким оттенком юмора. Ну, хорошо, то есть вы получили там некую универсальность, которая позволяет не в узком, так сказать, существовать, да, ключе, а пытаться опознать самые разные варианты, и, наверное, уже в вашей сегодняшней профессии это помогает… Вы же тоже, наверное, сталкиваетесь, опять же, вы врач-акушер, гинеколог, но именно отделение патологии, где, наверное, происходят самые разные вещи. Вот давайте теперь перейдем, как вы стали уже нынешним, так сказать, в своем профессиональном обличии. Как бы я шел к акушерству. Значит, как раз вот тоже помогла мне скорая помощь, в последний год, который я уже дорабатывал на скорой помощи, меня посадили, вот как вы сказали, вы врача психиатрической бригады, да, играли, а были еще и акушерские бригады в то время. Вот, и меня посадили на эту акушерскую бригаду, меня не спрашивали, хочу ли я этого, не хочу. Просто посадили? Да, посадили все, ты работаешь на акушерке, она так называлась, так, в кавычках. Вот, ну, это был такой первый такой полушаг, скажем так. А когда я заканчивал уже университет, и мой руководитель, который вот на базе акушерства и гинекологии, кафедра был, Людмила Ивановна, вот, она мне говорила, не хочешь ли ты пойти в акушерство? Ну, как бы это сложно, это такая, женщины, дети, ответственность сразу за два человека, там, да, хотя как бы... Иногда и за три. Иногда и за три, да, в моей практике было две четверни, то есть как бы сразу и за пять надо было отвечать. Поэтому, он говорит, попробуй, на скорую помощь ты успеешь вернуться в любой момент. Говорит, попробуй в акушерство. Ну, я подал документы в интернатуру тогда, и я прошел на бесплатный бюджет, и ни за что не платил, и отучился. И когда уже я проходил саму интернатуру, меня тоже так же Людмила Ивановна спрашивала, акушерство или гинекология? В чем разница? Ну, в чем акушерство, это то, что связано как раз с деторождением, большая часть. Гинекология – это все-таки болезни, да, то есть как бы те болезни, которые женщины там приобретают, да, или последствия там, да, родственников. Ну, то есть более такой серьезный и широкий круг проблем, чем акушерство. Нет, акушерство – это тоже серьезный большой круг проблем иногда бывает. Но есть направление акушерское, есть направление гинекологическое, так вот мы скажем. Ну, вы и туда, и туда, получается, понимаете, акушер-гинеколог. Я, ну, по профессии акушер-гинеколог, потому что у меня было полгода акушерства, полгода гинекологии. То есть я попробовал себя и там, и там, но выбрал уже акушерство, и остался там вот уже 8 лет, вот 9 год пошел, как я уже практикую врачом акушером гинекологом, и я не жалею ни о чем. Вот давайте мы сейчас вспомним с вами, потому что у каждого человека бывает что-то первое в его профессиональной уже такой деятельности. Ну, понятно, что у врачей, наверное, там своя, идет подготовка, вы присутствовали где-то, принимали участие, еще будучи, наверное, как студентом. Ну, там и скорая помощь, и вот уже когда ординатура была, интернатура, вот, интерны тоже такой у нас была история. Тоже мне, если это близко, это по другой моей профессии. Но смысл в чем? Первые роды, вот, люди, которые не сталкиваются, видят хирурга просто в кино, уже становятся не по себе. То есть еще ничего не показывают, хотя сейчас модно, да, показать разрез, раскрыть это все. Вот, уже ощущение, ну, какого-то дискомфорта. А тут вы действительно ответственны, наверное, на каком-то этапе вы были с кем-то, но ваши первые, ваши роды, вот, где вы отвечали прямо вот от Адая, вы их помните? Помню, замечательно, и это даже не связано было с стационаром. Это было связано как раз еще с той же скорой поэппу, на вот этой акушерской бригаде, да. Я работал в городе Зеленоград, ну, многие знают, что он разделен на две части, старый город и новый город. И как раз вот мне надо было, роддом открыли в новом городе, скажем так. Так и мне из старой части города надо было пациентку с шестыми родами перевезти очень быстро, да, в новый город. То есть шестой ребенок. Да, мамочка ждала шестого ребенка, и когда мы уже сводили, бригада состояла я и водитель, больше никого. Вот, и сопровождать нас никто не поехал, я не помню уже по какой причине. И когда мы, пока мы доехали до уже нового города, до роддома, я насчитал 14 лежачих полицейских, и на 15-го лежачим полицейским мы родили ребенка в машине скорой помощи. Это были первые роды, которые я провел от А до Я. Есть даже точное место рождения, она может ходить к этому полицейскому, говорит, вот здесь, 9-10. Вот, и, конечно, за это очень сильно ругали в то время, не знаю, как и сейчас. А почему ругали? Ну, потому что, как бы, в машине скорой помощи родить, да, это нестерильные условия, да, и потом, если действительно закончила бы что-то, как бы, какой-то проблемой, скажем так, кровотечением, да, мы не можем должным образом оказать такую помощь в машине скорой помощи, и одними руками. Но, с другой стороны, ну, на то она и существует, в данном случае это скорая акушерская, скажем так, помощь. Что может произойти, и дома у нее могло произойти, и по ходу, движение, все что угодно. Ну, в кино, по крайней мере, обязательно надо было родить именно в машине скорой помощи. Так бы это было. В кино-то, да. А у вас в жизни получилось? Да, получилось в жизни. И поэтому эти роды я никогда не забуду, я их помню, вот, как вчера, как будто они произошли. Вот, и, понятно, в домашних условиях, да, даже вот, если мы говорим про скорую помощь, тогда вот, родить в домашних условиях более, скажем так, благоприятнее, да, потому что кого-то можно позвать себе на помощь, там, да, сестра, там, не знаю, брат, соседка, там, или еще кто-то. Ну, опять же, некая домашняя стерильность все-таки присутствует. Конечно, и вода у тебя здесь, да, и тазик, и, ну, ножницы, там, обработать, которые можно, там, душа, обычно. Вот уже страшно становится. Вот. А в машине все-таки, во-первых, это помещение маленькое, да. Ну, и плюс полицейские лежачие все зима. Да, плюс полицейские здесь, как бы, да, мне помогал водитель, конечно, он мне подавал там инструменты, потому что мне нужно, потому что пуповину надо было пересечь. Ну, как бы, это такая вот ситуация, хотя мы не доехали буквально там 200-300 метров до самого родильного дома. Во второй части мы поговорим, собственно говоря, я не знаю, как правильно назвать, о способах, прежде всего о вашем способе, который вот вы, можно сказать, стояли у его же истоков, как бы его разработали, чем он отличается от других. Вообще, поговорим о том, как сегодня рожают. Почему? Потому что у нас сейчас любые темы популярны, кроме, казалось бы, самой важной, то есть появление детей, а вот видите, шестое, четверня, вот это все будет интересно. А во второй части, но завершая первую, скажите, пожалуйста, идут ли к вам сегодня новые врачи, новые ребята, девчонки, которые именно вот хотят работать кушерами или гинекологами? То есть является ли сегодня среди медицинских профессий, только скажите откровенно, у нас сейчас не стоит задача там что-то продвинуть, что называется, а именно, есть ли желание работать вот в этом направлении? В этом направлении желание работать было всегда, и поэтому студенты, интерны, ординаторы, которые сейчас, ну, когда я начну сказать, со студентов, да, они чаще всего выбирают, ажуешь, акушерство гинекологии, это востребованная всегда была профессия. Ну, понятно, пока да. Ну, она и сейчас, так вот, ну, это было сколько, 8 лет назад, когда я заканчивал институт там, да, и до меня мои коллеги, которые старше там работают, да, это было всегда востребовано, и трудно было попасть вообще работать в родильный дом. Вот, и поэтому сейчас она также требуется спросом, и идут, и, скажем так, и пацаны идут, да, доктора, вот, и девушки идут. Ну, то есть пока мы, как говорится, продолжаем демографически развиваться, профессия будет существовать. Кстати, даже, может быть, стоматолог предпоследним прекратит свою деятельность, а пока люди есть, они будут рожать, и будут те люди, которые будут им в этом помогать. Мы сделаем небольшую паузу, и уже вот о конкретно способах, о каких-то интересных случаях. Поговорим с Николаем Синёвым, врачом-акушером-гинекологом отделения патологии Мацонда чуть позже. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях настоящий врач, действующий врач-акушер-гинеколог отделения патологии Николай Синёв Московского областного центра охраны материнства и детства, крупного центра. Много врачей у нас здесь побывало, и главный врач побывал. И этот центр, я так понимаю, он довольно популярен. Ну, не знаю, владеть ли вы цифрами, но движуха там существует. То есть люди приезжают, уезжают. То есть какой-то он глобальный центр, можно так сказать. Мы глобальный центр. Я могу даже какими-то цифрами с вами поделиться, потому что уже год закончился, 22-й. И я могу смело сказать, что у нас очень большое количество родов прошло. Практически мы приблизились к цифре 5000, поэтому это очень хороший. В год 5000. 5000, да, рождение в год на наш округ. Это очень хорошая цифра. Вот, и статистика хорошая. Вот, давайте так. 5000, понятно. У вас отделение патологии. Вот мы потихонечку, плавно переходим к двум частям нашего разговора. Это первая часть роды и варианты. Хочется узнать ваше мнение по поводу роды в воде, роды дома. Потом, как мы выяснили, кстати, у вашего главного врача, очаровательной Татьяны Мельника, она сообщила нам о том, что оказывается, как там какой-то может быть родственник присутствовать. И, кстати, не обязательно муж, да, один может присутствовать, да. Как это вас нервирует? Нет. Вот на эти все вопросы мы ответим. Какие сегодня основные способы вообще существуют? Ну, наверное, есть какой-то официальный, государственном установленный. О государственных, да, существуют родильные дома, родильный центр, да, перинатальный центр, как наш вот Московский областной центр охраны материнства и детства. Конечно, все должно быть в этих стенах происходить, да, потому что мы идем к тому, к одомашниванию, скажем так, родильных боксов, потому что, да, сейчас есть такое понятие мягкие роды, да, и чтобы женщина не рожала дома, не было у нее такое желание, родильный дом создает такие условия, да, уютные условия. Не больничные, скажем так. Не больничные, да, где вот как раз вот вы уже сказали, что Татьяна Николаевна рассказала про партнерские роды, да, разрешено присутствовать кому-то из родных на этих родах, да, как чаще всего, конечно, это мужья, отцы детей сопровождают эти роды. То есть созданы условия, стоят ванны, да, есть приспособления для немедикатических методов обезболивания, вот это мячи, фитболы, стульчики для вертикальных родов. Ну, то есть как бы сами стены, да, вот они не больничные, там, скажем так, не ярко-зеленого цвета, да, потому что у нас есть боксы для мальчиков голубого цвета, для девочек розового цвета, да, то есть это тоже какой-то элемент такой, что вот мы ждем девочку, да, и вот здесь вот все розовое, да. То есть как бы родителям в будущем, даже вот на этом ключе примерно. 50 телевизоров, мы повесили в некоторых боксах телевизоры. Для чего это? Когда мамочка с папой, мама с папой присутствуют на родах, да, вот есть же большой запас времени, а они приезжают с флешками, да, где у них запись их свадьбы. То есть они могут посмотреть свадьбу, могут посмотреть какой-то фильм, да, это тоже как психологический немедикаментозный метод обезболивания. То есть они отвлекаются от этого процесса. Отвлекаются, но вот еще сразу же, а влияет ли это на рождение ребенка? Помните, были тоже рассказы, что под классическую музыку, кто-то под рэп, кто-то под тяжелый рок, кто-то... А как это влияет? Ребенок уже все слышит? Ну, это же не для ребенка больше, это для мамы, да, чтобы мама отвлеклась от болезненных ощущений. То есть мы показываем ей то, что ей приятно, вплоть до кино. Кино, да, вот та же музыка, те же танцы, да, про которые, чем известен я, да, это ничего не иное, как психология. То есть здесь надо мамочку отвлечь от этого процесса, да, потому что ни для кого не секрет, что роды – это болезненный процесс, да, и схватки, они болезненные. Еще вот один вопрос, и уже перейдем к танцам, как это непарадоксально прозвучит, для сейчас такой затравка. Вот эти бедные мужья, бедные в хорошем смысле слова, но на их психологическое состояние это не действует, потому что есть еще один такой миф, что мужчина, увидев весь этот процесс, у него вдруг может пропасть интерес к ребенку. Или к женщине. Или к женщине, кстати. Есть такое? Только честно. Психологи, да, говорят, что есть такие, но это очень маленький процент, да, но я всегда про партнерские роды тоже говорю, и парам, там, да, на каких-то своих выступлениях, что это должно быть обоюдное согласие. То есть и мамы... Не надо тянуть за руку. Не надо абсолютно это тянуть, да, потому что бывает ситуация, когда мама тянет папу за собой, а он не хочет. Это не самый лучший вариант, да, или наоборот, мама не хочет, а для нее это как бы такой вот ритуал, да, таинство, да, где она должна быть одна, то есть вот только со своим ребенком, да, которого вот она ждет. И папа пусть сидит дома, да, и дождется там фотографии. Вот, поэтому вот в таких случаях, когда это все вот обоюдно, то это все и хорошо заканчивается. Папа может на потужной период выйти, да, вот в тот момент, когда вот уже совсем... А потом вернуться. А потом вернуться, да, и уже взять ребеночка на руки. Поэтому и здесь никак не повлияет ни на его, скажем, репродуктивную функцию мужскую там, да, и он также останется любить свою жену и ребенка. И в шестой раз, как вы рассказывали. Да, и в шестой раз. Я сам многодетный отец, у меня четверо детей, я присутствовал на родах, да, и как бы у меня получается дети в дальнейшем. И у вас как бы, да. Ну, здесь очень тоже врачебный тактики. Я не присутствовал как врач, я присутствовал именно как партнер. Потом можно отключиться? Отключаешься. Ну, уже видите, что что-то правильно и правильно. Ну, ты, конечно, контролируешь там, да, но все равно здесь ты идешь для того, чтобы, да, помочь жене, да, вот поменять положение там, да, вот. Жена у вас врач? Нет. Нет. Она у меня кондитер. О, как хорошо. Николай, ну, а теперь время вашего танцевального блока. Напомню, что Николай Синев, его называют танцующим, значит, доктором, танцующий врач, танцующий, лекарь, как угодно, но танцующий. Скажите, что это такое? Это тоже не медикаментозный вид обезболивания, да, тут, как мы говорили уже с вами, про музыку, про кино, то же самое танцы, да, я отвлекаю пациентку в момент родов, да, мы включаем какую-то ту мелодию, которая ей больше нравится. Иногда, ну, даже не гоните пациент, которые ко мне вот идут уже именно, да, они заготовлены, заготавливают, да, какую-то мелодию, с флешкой приходят. С флешкой приходят. С танец там, да, ну, вот, и там мы хотим там танцевать, там, я не знаю, под Хабиба, да, больше, чаще всего там танцевать. Ну, то, что современный, кто-то, у меня были разные танцы, и Рамштайн был такой, уже и Сидиси, и более веселые там какие-то мелодии, русскенародные были, у меня была профессиональная танцовщица, к которому мы там что-то вот... Русскенародные даже. Русскенародные были. Вот, поэтому... То есть от Хабиба до русскенародных. До русскенародных. Поэтому здесь, это не моя методика, скажем так, да, вот то, что это не я придумал, это в Европе и в тех странах, которые любят танцевать, да, латиноамериканские больше всего, Бразилия. Двигаться. Да, вот они любят... Италия, они это уже применяют лет 30, да, и уже есть диссертационные работы, которые я, конечно, уже как бы... Да, вы все изучили, все прочитал, аккумулировал, да. И веду сейчас какую-то уже свою статистику. Для чего это нужно? Это первое, это психология, отключиться от боли, да, то есть как бы женщину немножечко от этого процесса отвлечь. Второе, да, за счет того, что пока она находится в активном поведении, да, вот в вертикальном положении, это ускоряет первый период по времени, да, то есть как бы и за счет того, что ребенок своей тяжестью, да, за счет гравитации, да, он давит на шейку, шейка быстрее раскрывается, и роды происходят быстрее. То есть я могу уже сейчас по своей статистике сказать, что если в среднем, там, как по книжкам написано, да, что первые роды могут протекать, там, от 12 до 18 часов, у меня в среднем это 8-10 часов первый период составляет. Второе, повторно родящие, это еще быстрее. Максимально, вот я, мы танцевали, скажем так, до 9 сантиметров открытия, там, через 30-40 минут мы уже рожали. Вот. Ну, хорошо, вот все равно главный вопрос. Да. А как можно танцевать-то, вот вообще психологически, вы говорите, вставая, идем танцевать, это как-то происходит. Она же, у нее уже все вот-вот-вот-вот, болит все. Есть много методов обезболивания, да, как я уже сказал, это фитболы, есть ванны там с водой, да, и мы начинаем сначала с минимального, да, сначала на фитболе. Все очень индивидуально. Кому-то подойдет фитбол, кому-то подойдет и будет комфортно все весь период там в воде находиться, кому-то будет комфортно танцевать. И если пациент говорит, не, Николай Сергеевич, мне не идет, мне все равно как бы больно, я хочу что-то по-другому, значит, мы это останавливаем и меняем уже на другой метод. Вот. А вы выступаете как тренер-танцовщик, вы танцуете вместе или вы просто, как говорит, и танцую сама, как это? По-разному бывает. Когда-то кто-то со мной танцует, да, мы как вот изучаем что-то, ну, минимальные какие-то движения, да, иногда это записываем, в социальной сети тоже выкладываем, ну, это понятное дело, с разрешением мамочки. Иногда это партнер, ну, муж, и мамочки делают сами, да, они включают в себе мелодию, там, у всех сейчас смартфоны, музыку включили, и кто-то вальсирует, кто-то как-то, ну... Вот сейчас некоторые подумают, что это какой-то сюр, да, какая-то нереалистичная история. Это всё реально, это никакой не всё в этом деле. То есть просто танец – это некое действие, то есть вместо слова «танец» можно поставить всё, что угодно, это как отвлекающий манёвр. Конечно. Всего-то навсего. Ну, не только то, что отвлекающий, это же расслабляет мышцы таза, да, потому что я сказал, что ребёночек быстрее опускается, то есть ему движение тазом более комфортно ребёночек приспосабливаться, быстрее опускается. Поэтому здесь не только как бы в психологии, но и здесь и физика, скажем так, тоже присутствует. У нас время заканчивается. Главное, мы поняли ваш подход. Вопрос ещё такой. Чем отличаются первые роды? Вот вы говорили, четверня у вас была. Как это вот происходит? Ну, во-первых, вы видите, наверное, ну, на УЗИ, да, понятно, что какая-то будет... Это, наверное, небезопасная история, когда больше одного. Это небезопасная, на самом деле, история. Вот, расскажите. Ну, с первой четвернёй, которая в моей жизни вот встречалась, это была вообще комическая ситуация, потому что на первом УЗИ было двое, на втором УЗИ, на втором скрининге нашли третьего, что там ещё третье, а когда уже ближе к сроку, там, 30 недель, нашли ещё то, что это был четвёртый. Вот, конечно, мамочка удивлена, папочка был не менее удивлён. Вот, и роды разрешали мы эту пациентку в 32 недели, потому что вес, общий вес детей уже составлял более 6 килограмм. То есть каждый ребёнок весил по полтора килограмма, от полутора до кило 800. Ну, нормально, да? Да, нормальные, жизнеспособные дети, и я до сих пор вот общаюсь с этой мамой, она мне присылает фотографии этих детишек. Сколько им сейчас уже? Им уже три года. Поэтому там две девочки и два мальчика, то есть вот так вот они разделились. Ну, они не близнецы, а как или как получается, друг за дружкой один выходили? Нет, это кесарево сечение. Понятное дело, что друг за дружкой мы извлекали каждого по очереди. Такие многоплодные, такую беременность, естественным путём мы не рожаем. Это только оперативное родоразречение. Но природа, видите, заложена была, по идее. Видимо, мы немножко, люди, немножко другими стали, что мы радуемся одному, и то с трудом, да? Да, здесь вот как бы получилось... А ощущения врача, когда вот 4, это просто... Это я даже не могу вам описать, на самом деле, эти ощущения. Во-первых, это страх первый, да, потому что это, ну, мамочка... Выживаемость, да? С момента того, как вот, ну, наверное, с недель 25 до 32, она находилась уже в роддоме, да? Мы её уже не отпускали, и ей самой как бы тяжело передвигаться. Есть свои осложнения многоплодных беременностей, там, фетофитальные синдромы, которые мы тоже боимся, там, да, чтобы один не начал обкрадывать другого, а их там четверо, да, вот, поэтому, чтобы никакой не получилось трагедии... Борьба за существование. Конечно. Вот, и здесь, чтобы никакой случилась трагедия, мы должны были полностью её, как бы... Ух ты, как интересно. ...наблюдать за ней, да, чтобы ничего не упустить. И когда мы 32 недели рода разрешили, как бы все счастливы, все довольны, дети здоровы, живы, да? Понятное дело, что этап выхаживания чуть длительнее, да, чем бы это было бы с доношенным сроком. Но они крепкие были, грубо говоря, то, что вот по килограммам 800... Николай, я думаю, что мы встречаемся с вами уже второй раз, но думаю, что этого тоже недостаточно. Приходите ещё, рассказывайте. Но самое последнее, что нужно, наверное, в нашем сегодняшнем эфире сделать, это обратиться к тем, наверное, девушкам, которые и вроде и хотят, а вроде и боятся забеременеть, да, а некоторые и не хотят. Но мы знаем всякие движения разрешённые, запрещённые. Вот как врач, гинеколог, акушер, у вас есть возможность обратиться к тем, кто ещё на таком состоянии некоего страха? Дорогие будущие мамочки, да, обратимся так, бояться ничего не нужно, да, потому что, как я уже сказал, медицина шагнула вперёд, да, и бояться родов точно не нужно. Есть и медикаментозные методы обезболивания, и не медикаментозные методы обезболивания. Есть всё, с вами врачи, акушеры всегда рядом. Плюс государственная поддержка, да, которая поддерживает наших мамочек, да, это и материнские капиталы, и пособие, которые сейчас платятся, какая бы там ни случилась бы ситуация, да, в стране, в мире и так далее, не будем сейчас на эту тему мы разговаривать, поэтому не бойтесь, да, сейчас немножко пошучу, да, 23-й год, год кролика, давайте размножаться, да? Вау, красиво. Вот на этой замечательной ноте мы говорим спасибо Николаю Осенёву, врачу-кушеру-гинекологу, кто любит танцевать и хочет детей, приходите к нему, он вам в этом поможет. А работает он в отделении патологии Московского областного центра охраны материнства и детства. Николай, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. За всё. Я думаю, что к этому спасибо присоединяются и мамочки, и папочки, и бабушки, и дедушки, но и прежде всего те маленькие, а уже где-то и не маленькие, сначала, как говорим, существа, да, потом уже люди. Люди, да. Спасибо огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин